МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В государстве Ланя, 18 часов. Вы в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева. И вот главная тема дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Российской Федерацией и Южной Осетии. Призыв Запада к России. Сразу несколько стран потребовали отозвать признание независимости Южной Осетии, Абхазии и вывести войска. Главному археологу Республики 75 Анатолий Бибилов наградил Роберта Гоглойта Орденом Почета. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенной процедуре получения гражданства России. В тексте документа говорится, что Россия предоставляет гражданам Южной Осетии на момент признания республики достигшим совершеннолетия право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Это дает нам дополнительные социальные гарантии и решение ряда серьезных проблем, сказал Анатолий Бибилов. По словам президента, соглашение во многом облегчит жизнь гражданам Южной Осетии. Для населения Южной Осетии это серьезное решение проблемы приобретения гражданства Российской Федерации. Теперь граждане Южной Осетии смогут получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, что связано и с обеспечением социальной защиты, и с возможностями получения российских пенсий. Этот вопрос с Владимиром Владимировичем обсуждали в 2018 году во время нашей встречи. Работа шла очень плотная, необходимо было выработать такой документ, такое соглашение, которое бы не противоречило международным соглашениям и соответствовало бы все требованиям международного права. Самое главное, получение по упрощенной системе, то есть фактически гражданам Южной Осетии, которые хотят приобрести гражданство Российской Федерации, не будет необходимости получать вид на жительство, ждать 5 лет и так далее. То есть обращение и рассмотрение гражданин Республики Южной Осетии на получение гражданства Российской Федерации, оно будет делаться быстрее, чем это делается, скажем так, обычным путем. Более того, согласно этому соглашению, лица с двойным гражданством смогут пользоваться правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание. Любая сторона имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой страны. Те социальные гарантии, которые есть в Российской Федерации, их нет у граждан Республики Южной Осетии. Соответственно, граждане, принявшие гражданство Российской Федерации, будут пользоваться теми же социальными гарантиями, которые есть у граждан Российской Федерации, в том числе и материнским капиталом, и детскими пособиями, и пособиями по инвалидности, то есть весь спектр тех социальной защиты человека, который на сегодняшний день действует в Российской Федерации. Это очень важно. Лица, имеющие двойное гражданство, будут проходить военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Более того, лица, прошедшие военную службу в одну из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой. По словам Анатолия Бибилова, доверение соглашения – это еще один шаг, который способствует интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию. В целом, конечно же, возможности для граждан Южной Осетии, их будет гораздо больше. И при пересечении границы, где бы это ни было, не только с Российской Федерацией, но и с другими государствами, граждан Российской Федерации. То есть огромные возможности открываются перед нашими гражданами, которые есть у одних и нет у других. По словам Анатолия Бибилова, после прохождения всех юридических процедур, соглашение будет ратифицировано, и уже после этого вступит в силу. Идет подготовка, уже технические моменты подготовки. И фактически это уже почти финиш, не финиш, это после подписания соглашения. Но уже это финиш, раз президент подписал, то это можно считать финишем, а остальное все технические моменты, которые мы, я думаю, что в короткие сроки урегулируем. Мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска. С подобным заявлением, распространенным в Совбезе ООН, к России обратились несколько западных стран. В документе также говорится об отзыве признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Внешнеполитическое ведомство нашей страны, депутаты Госдумы и сенаторы уже отреагировали на очередной выпад, отметив, что независимость Южной Осетии и Абхазии это реальность, которую нельзя игнорировать. Документ подписали 7 стран. Авторы призывают Москву не препятствовать созданию механизма международной безопасности и прекратить воспринимать границы между Грузией и Абхазией и между Грузией и Южной Осетией. Прекратить задерживать людей, которые предпринимают попытки к незаконному пересечению границ. Открыть контрольно-пропускные пункты для свободного передвижения через границу. Спустя 12 лет после военного вторжения России в Грузию, мы по-прежнему глубоко обеспокоены оккупацией части территории Грузии и подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта при полном соблюдении Хельсинского заключительного акта и международного права, включая Устав ООН. Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории, Абхазии и Схивальского региона, Южной Осетии. Президент Южной Осетии считает, что для Российской Федерации это обращение ничего не значит. Эти же государства поддерживали значит режим в Грузии, который ставил задачи уничтожения народа Южной Осетии. Российская Федерация приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть фактически Россия, несмотря на их позицию, тех, о которых только что вы говорите, Россия, несмотря на это, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если Россия не вмешается, то народ будет уничтожен. Вопрос. А что должна была выбрать Россия? Прислушаться глазу Запада, которые фактически натравливали режим Саакашвили на уничтожение, по умолчанию поддерживали, да и не по умолчанию, и вооружениями, техникой, и средствами связи, другими, другим вооружениям, и прислушаться к ним, которые поддерживали этот режим, чтобы уничтожать народ Южной Осетии, или же спасти этот народ. Но Россия спасла народ, она пошла на этот шаг. Западным политикам, заявляющим об оккупации Южной Осетии, Бибилов посоветовал обратиться к справочной литературе. Уже есть, значит, комментарий на этот отчет, где четко говорится, что Россия взяла на себя обязательства, Россия решила, как ему действовать, и равно так же будет действовать, как это позволяет для интересов Российской Федерации самой, а в данном случае уже относительно Южной Осетии, так как определяют договора международные между Российской Федерацией и Южной Осетии, где четко обозначено, что в случае нападения на одну из сторон, другая сторона принимает, как нападение на себя. Поэтому это более такой ход для руководства Грузии, что вот мы не забываем о вас, но сделать ничего не можем. Но вы знаете, мы с вами, на всякий случай. Это больше такой непонятный ход, нацеленный на подтверждение вот этой фантомной идеи вывести там войска, освободить оккупационные территории. Какая оккупация? Было бы хорошо, если бы те, которые сделали заявление, хотя бы где-нибудь прочитали, что такое оккупация. У нас нет оккупации. У нас есть государство, которое строится. У нас нет внешнего какого-то управления, которое нам всеми тут управляют. У нас есть международные отношения со многими другими государствами. Конечно, стратегическим партнером этих отношений всегда есть, будет и остается Российской Федерацией. Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев считает, что Россия никогда не назовет независимость Южной Осетии и Абхазии. Это реальность, которую уже пора принять Западу. Для нас это не является новостью, потому что каждый год повторяется одно и то же. что наши недоброжелатели используют нашу трагедию, используют вот эту дату для того, чтобы извлечь оттуда какие-то свои политические дивиденды. Для нас ничего не означает это заявление и подобные заявления, которые мы слышим много-много раз, потому что факт признания государственной независимости Южной Осетии со стороны России отзыву не подлежит. Это акт, который закрепил наши двусторонние отношения. Эти отношения развиваются. На сегодняшний день всем известно, что между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии уже сформирована мощнейшая правовая база двусторонних отношений. Это более ста межправительственных соглашений, которые охватывают все сферы, буквально все сферы жизнедеятельности нашей страны. Этот процесс будет продолжаться, и никакая сила не заставит отказаться нас от независимости, и никакая сила не заставит Российскую Федерацию и другие страны, которые нас признали, отозвать свое признание. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал заявление Запада призывом в никуда. Первое, что обращает на себя внимание, крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позиции не захотели подписаться очень многие союзники этих государств по НАТО и ЕС. Эти страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию. Это, что называется, призыв в никуда. Он не имеет никакой дополнительной добавленной стоимости. В призыве могла бы быть добавленная стоимость, если бы подписанты нашли в себе мужество обратиться к властям Грузии, покаяться за преступления, совершенные в августе 2008 года в отношении гостинского народа и за многие другие преступления, которые Тбилиси совершал по отношению к Цхинвалу и Сухуму. Заявление прокомментировали сенатор Алексей Пушков и первый зам председателя Комитета Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с отечественниками Константин Затурин. По мнению Пушкова, вместо подобных призывов Западу необходимо отказаться от признания Косова. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Константин Затурин считает, что заявление не дороже той бумаги, на которой она написана. Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал страны, которые призывают отозвать признание Южной Осетии и Абхазии провокаторами, не желающих установления мира. Россия никогда не отзовет признание Южной Осетии и Абхазии. Эти западные страны – провокаторы, которые не желают установления мира в этом регионе. Ситуация разрешилась в 2008 году, когда в результате грубых ошибок руководства Грузии республики были вынуждены пойти по своему пути. Южная Осетия и Абхазия имеют полное право на государственность. Никогда мы не отзовем признание этих республик. С провозглашения независимости прошло 13 лет. За эти годы со стороны Грузии и ее западных боссов прозвучали десятки заявлений и обращений. И пока грузинские и западные политиканы списывают разные бумажки, Южная Осетия наращивает интеграционные процессы с главным стратегическим партнером Российской Федерацией. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. За большие личные заслуги в области исторических наук, многолетнюю плодотворную исследовательскую деятельность и в связи с 75-летием со дня рождения Анатолий Бибилов наградил директора научно-исследовательского института Роберта Гоглойта орденом почета. Анатолий Бибилов поздравил выдающегося югостинского археолога с юбилеем, отметив, что его научные труды и работу высоко ценят не только в Южной Осетии, но и за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok Роберта Гоглоева по праву можно считать одним из лучших представителей интеллигенции Осетии. Всю свою жизнь он посвятил науке. Президент отметил, что возглавляя Югостинский научно-исследовательский институт, Роберт Гоглоев прилагает значительные усилия для развития отечественной науки. Роберт Гоглоев поблагодарил президента за столь высокую награду, отметив, что во многом благодаря поддержке руководства страны отечественная наука не стоит на месте. КОНГТИН Гоглоев ынстал Научный деятель подчеркнул, что впредь будет работать на благо государства. За большой вклад в науку Анатолий Бибилов вручил Роберту Гаглойто орден почета. Многолетнюю плодотворную исследовательскую деятельность и в связи с 75-летием со дня рождения наградить орденом почета Гаглойто Роберта Хазбевича, директора научно-исследовательского института имени Ванеева. Стала Бязарова, Алим БТ, Воксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Состоится официальный визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года. В рамках визита пройдут переговоры президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжаня, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия наших республик, говорится в сообщении на официальном сайте президента. Президент Анатолий Бибилов провел заседание штаба по вопросам реализации инвестпрограммы. Главе государства доложили о ходе строительных работ. Анатолий Бибилов дал поручение проинспектировать те объекты, где возможно отставание от графика. Были обсуждены темпы строительства на объектах, реализуемых в рамках инвестпрограммы. Исполнение инвестиционных средств на сегодняшний день составило 45,5%. Серьезный фактор для того, чтобы комфортность проживания людей на территории Южной Осетии получалась. Это непосредственно связано с инфраструктурой, с дорогами. Без сомнения, это те объекты, которые мы строим в среде инвестиционных объектов. Важным, без сомнения, является третья школа, которая должна быть открыта уже в этом году. Без сомнения важным является и детский оздоровительный лагерь, Кунзигом, который начали строить. Это и жилые дома корпуса, это и водовод. Фактически все инвестиционные объекты, они все до единого будут способствовать получению жизнедеятельности людей в Республике Южной Осетии. Участники заседания подробно обсудили ход строительных работ. В частности, подрядчики проинформировали о том, как идут работы на столичных улицах Санакоева, Мирная, Московская, Лидийская, Ленина и других. На автомобильной дороге Гуфтакуайса рабочие трудятся над установкой парапетов. Работы на магистральном водоводе Уанатсхинвал также проводятся согласно графику. Глава государства поручил министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарду Загоеву инспектировать ход работ, обратив особое внимание на объекты, где возможно отставание по графику. Поэтому еще раз, необходимо обязательно сделать оценку своих возможностей, своих сил и продумать, может быть, дополнительные меры, которые необходимы для того, чтобы те задачи, которые поставлены, были выполнены в сроке. Сделайте анализ, еще раз говорю, своих возможностей, силы, средства, техника, оборудование, агрегаты. И все это должно быть рассчитано, подсчитано на выполнение этих работ срога в те сроки, которые обозначены. Значит, никаких переносов больше сроков не будет. Не будет. И я бы очень хотел, чтобы вот это направление, выдерживание вот этих сроков, вы для себя поняли и, исходя из этого, уже планировали свои работы. Эдуард Николаевич, пожалуйста, по всем этим объектам, так и прежде, контроль. И контроль не должен быть связан с тем, чтобы мешать, а этот контроль непосредственно должен быть связан с тем, чтобы помогать. И тогда будет такой хороший тандем, заказчик-исполнитель, которые будут заинтересованы не в том, чтобы там создавать какие-либо трудности друг к другу, а для того, чтобы решать те вопросы, которые стоят и перед подрядчиком, и перед заказчиком. Вот это вот, чтобы было понятно. Глава государства отметил, что несмотря на опережение графика работ на некоторых объектов, расслабляться не стоит, ибо переносы сроков неприемлемы. Не вижу никаких проблем во выполнении невест-программы в срок, в том числе и по документационному обеспечению до декабря месяца. У нас есть прекрасная возможность. Если все эти годы, последние 3-4 года мы выполняем инвест-программу на 95-7% из-за документации, из-за тех 10%, которые мы выплачиваем после документации, то в этом году все объекты должны быть сделаны на 100%. В рамках инвестиционной программы началось строительство и детского лагеря в ущелье Мзиугу. Обвиняемый в двойном убийстве гражданин нашей республики Юрзик Багаев экстрадирован из Российской Федерации. Преступление было совершено 20 лет назад. Все эти годы Багаев скрывался на территории России. В настоящее время в отношении обвиняемого возобновлено производство по уголовному делу, расследование проводится прокуратурой Дзавского района. В Южной Осетии из России экстрадирован гражданин нашей республики Юрзик Багаев, обвиняемый в тяжких преступлениях. Из материалов уголовного дела следует, что Багаев 20 лет назад совершил двойное убийство. Вооруженный мелкокалиберной винтовкой, привознившейся насельчанином в ссоре Багаевым Иваном, он выстрелил два раза, вследствие чего Иван Багаев скончался. Свидетелем преступления стала родная мать Юрзика Багаева. Услышав крики, она выбежала на улицу и также была ранена. С тяжелыми ранениями женщину доставили в больницу, но не приходя в сознание, она скончалась. Было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Южной Осетии Багаева Юрзика Васильевича по признакам преступления части 1 ст. 105, части 4 ст. 111 и части 1 ст. 222 УК РФ. Он нанес ему прикладом данного оружия еще несколько ударов, результаты чего Багаев Иван Сенькович скончался на месте. На крики к ним выбежала мать Багаева Юрзика Васильевича для того, чтобы предотвратить противоправные действия своего сына, на что Багаев Юрзик Васильевич также произвел несколько выстрелов, причинив нетяжкий вред здоровья. После совершенного преступления он выехал за пределы Республики Южная Осетия и до момента задержания сотрудниками совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел скрывался на территории Российской Федерации в городе Москве с поддельными документами. Благодаря оперативным мероприятиям его местонахождение было установлено спустя 20 лет правоохранительными органами Республики Южная Осетия, в частности, уголовным рожеском сотрудникам уголовного рожеска УВД Зарского района. Данная оперативная информация была передана работникам совместного информационно-координационного центра МВД Российской Федерации, которая расположена на территории Республики Южная Осетия. Информация была отработана, была передана нашим коллегам в Российскую Федерацию и обвиняемый Пагаев Южик Васильевич в марте месяце текущего года был задержан в городе Москва. И в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под сражу судом города Москвы. После чего Генеральная прокуратура Российской Федерации были в рамках наших соглашений, подписанные между Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурой Республики Южная Осетия провели мероприятие по решению вопроса экстрадиции Багаева Южика Васильевича из Российской Федерации в Республику Южная Осетия. Южик Багаев экстрадирован и помещен в изолятор временного содержания МВД Республики Южная Осетия. В настоящее время прокуратурой Дзоузского района проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. После окончания всех следственных действий уголовное дело будет направлено в суд. Алена Уттайва, Сармат Гузитаев, Аксанат Аттаева. Информационный выпуск сегодня. Новые назначения в МВД. Сегодня коллективу ГУВД представили нового руководителя. Эту должность занял Родион Габараев, ранее возглавлявший управление внутренних дел Схимвальского района. И сегодня же начальник штаба МВД Тарзан Кукоев представил коллективу управления внутренних дел Схимвальского района нового руководителя Александра Гогичаева. А далее прогноз погоды на завтра, 6 августа. По всей республике ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 33, ночью плюс 22. В Завском районе днем плюс 30, ночью плюс 17. В Кортик-Вайса днем плюс 25, ночью плюс 15. В Ленингорском районе днем плюс 31, ночью плюс 20. В столице республики Евсхимвале днем плюс 33, ночью 20 градусов тепла. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»